Сегодня день казахстанской национальной валюты. В этом году ей исполняется 23 года. 15 ноября 1993 года тенге вошли в обращение. Первая партия банкнот печаталась в Великобритании. К слову, первые тены тоже были в бумажном варианте, но быстро истрепались и им на смену пришли металлические монеты. В 1995 году Казахстан отпечатал валюту уже на собственном монетном дворе. С тех пор тенге видел многое, менялся дизайн и номинал, однако неизменным оставалось его падение. Если в начале пути курс нацвалюты к доллару равнялся 4 тенге 75 тен, сегодня, находясь в собственном плавании, он составляет 343 тенге к доллару. Когда вводили тенге, случилась такая удивительная вещь, на всю жизнь запомню. Два дня огромный город жил абсолютно без денег. Ну и весь Казахстан, соответственно. Закрытые магазины, пустынные улицы и столпотворение на редких базарах, где люди за последние рубли скупали за сотни тысяч водку, спирт, ну все что угодно, лишь бы эти рубли потратить. А потом первая зарплата в тенге, которую я получил, составляла 350 тенге. А первый курс в тенге по отношению к доллару, на всю жизнь запомнил, был 4 тенге 76 тен за 1 доллар. Конечно, с тех пор многое изменилось, и валюта упала, но все-таки это действительно было по-настоящему историческое, реальное событие. В этом году, в 25-летие независимости, выходит новая памятная монета, приуроченная к юбилею. В ее основу легла идея Мангелик Ель, выражающая общенациональное единство, мир и согласие. Кроме того, Национальный банк, одни у первого президента, выпускает в обращение памятную купюру номиналом 10 тысяч тенге с изображением главы государства Нурсултана Назарбаева.